Субтитры делал DimaTorzok 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 Да. Это год звания, в котором есть расположена ракетная часть. А вы чем занимаетесь? Вы дизайнер и менеджер, да? Копирайзер. Классно. У вас какой-то... Справа был Котмин, потом я сделал Блэдос и Виллэч, потом Фунфор, потом... Да. Потом Фобс и Фирс, потом сейчас это девочек мы сделали. Но дело вообще с интернетом классная штука, потому что люди ничего не помнят, что было 3 месяца назад. Поэтому в целом ты можешь делать рамки в проекте, что хочешь. И поэтому так довольно легко запускали всегда, потому что понимали, что у нас есть полгода для того, чтобы привести в порядок. И люди запоминают эти потоки. Три-четыре месяца плотно держишь, хорошо делаешь какой-то промежуток людей, по-моему, что ты охранишь себе. Финалистичный класс. То есть, правда можно делать что-то не очень, а потом... Да, это классно. Три месяца хорошо, и все подумают, что это все прекрасно. Ну типа там, когда начинаешься, есть проблема, прости господи, компонентов, которые не способны в интернете ничего сделать, потому что они используют роботовый подклад. Они очень долго пилили что-то для интернета, а все уезжает очень далеко. На момент, когда у них попадают... У них попадают... Маленькие ребята типа нас, они не будут... У нас нет, просто долго готовить. Ты начинаешь делать задачи? Ты знаешь, это же хорошая штука, он же очень отзывчивый. И кто для вас подъезжает на Дьявол? Логотип? Тош Пестров. Тош Пестров, мы нашли парня в Питере. Он 2 года приехал из Питера. Сейчас нашими дизайнерскими штуками занимается. Ну вот, парень такой, лет 25 ему. Даже когда я в Сибиро помню, он 22 года. Как обычно, вся молодежь саморучная. У них вся школа в Питере странная, откуда в Пашу дубит. Половинные дети сейчас, которые молодые, они все... То есть у нас из двух классов вышли. Тоже смешно. Мы же ненавидны все медиа. Всю жизнь занимался всякими нубильными приложениями. Но я как-то уговорю, попробую все. Мало людей, которые... Ну не знаю, как-то странно, что в интернете ни у кого особо не получается делать какие-то нарядные штуки. Ты не сказал, что мы там прям супер эксперты в этом. И там... Ну, чему-то научились за 5 лет. Сделать их так, короче, крутой. Ну, просто в дом, когда у тебя проблемы. Ведь захочешь, не так настоячишься. И у нас, когда мы поняли, что нам выпускающих дизайнеров в сумме, нам человек 6 уже. И в 3-докторах, человек 10. То это нужно как-то организовывать. У нас довольно такая бодрая внутренняя система, которая называется «Слава». А до этого был Валера. Валера себе ненавидели. Вот. И его переделали. А он, наверное, крутой получился. Потому что он такой, ну, почти не дизайнер Веба. Вот. Очень супер простой. Супер корон. Он позволяет собирать реально суперкосорудим людям. Довольно приятные вещи. У меня, ну, кучу патронально потратил. Пошли лучше. Ну, вы покажете? Кстати, в месяц, пожалуйста, говорить. Я жил в первом столе, потому что была девушка, девушка, женщина. Она не была марка. Она торговала в городе. Она говорит, «Помидори, помидори, 100 рублей, 100 рублей». В 6 часов я не искупала. И я думала, «Помидори, мне завтра 50». Я работал в каких-то журналах все время. Я с нами работал в журналах. Мы когда смотрели, какие-то чуваки делали в интернете, блогеры, и все прочее. Логику астра. Но всегда хотелось какое-то ощущение, журнальная международная часть. В смысле, бумажки там, достающийся запах. Типа красивого было. Но мы очень-очень долгими шагами все это делали. Мы научились делать это очень быстро. На конвейере. Любовый материал, нормально. Спорт. От 3 до 5 часов. Это все в самых быстрых. То есть, в день выпуска, типа, не знаю. У всех этих сайтов выпуска, наверное, материалов 40 больших, где-то 30-40 больших материалов. Это что делает маленькая команда. Сумменность редакторов, а может быть, ну, редакторов, дизайнеров и прочих. Редакционных человек, работающих. Ну, вообще, не очень большие. Вот так вот. Уже зрение того, что, ну, на такую неделю заканчивается, мы довольно большие. А, кстати, 120, наверное, в Москве и еще по 10 кисельки. И вот. И как мы с этим не живем? Есть ли успех? Нет. Нет успеха. Вот. Дождем его. Ничего-ничего мы сделаем пока, ребята. Дождемся. Еще вот была интересная история по тому, как вы используете шрифты на новом сайте. Ну, то есть, вы не покупаете каждый шрифт заново. А, ну, мы сделали договор с Typekit. Нет, не Typekit. Да. Нет, не Typekit. По-другому называется. Какие-то пацаны тоже, аналог Typekit, она маленький. Мы чуть с ними так подружились, и они нам сделали, мы заставили от нас подписать какое-то количество вещей. Так что, не только личные деньги в итоге стоят, а потом шрифтилку отплатим. 1031 долларов, 20. Она подписывает. Ну, а когда, если вы меньше покупать покупки? Ну, конечно, безумно. Покупать шрифты в Утрехеде или там, где за адские деньги, они ни подъем, ни переделанные. Ну, то есть, совсем плохо всего. И... Ну, это Креша как раз. Креша любит сворачиваться. Все, все. Ой, сэээ... Креша зовут... Балабин. Кто студию делает сейчас в Подмосковье? Парабин. А? Парабин. С трубами не усел. И они там... Что-то нагреначили. Ну, и чувакам этим отправили. Объяснили, как все это делать. И они спробовали это. И в итоге мы сейчас подключаем это все. У нас так довольно часто... Ну, на самом деле, с тремя компаниями работаем, что они под нас, например, пополовину подписали. Фокс. Он дофига всего этого сделал. Ну, то есть, там было решение не Майкрософтовское, а Атлас и... И с Кринклайдом. Так называлось. То есть, давал, наверное, совершенно денег. А поскольку мы бедные, мы решили сами все сделать. Зачем себе эта концепция того, что вы настолько бедные, что давайте все сами сделаем. В итоге, получается, неплохо. И в конкурсе прям очень много чего-то делали. Мы тоже молодцы. Хорошие... Ну, минные местные чуваки. С ними приятно работать. Вот. Со швитами, конечно, Леша пришел. Прям страшно заморачиваться. У нас для этого... Саша Гришин сам занимался. Саша Гришин уехал работать в Паду. Вот. Он же конкурс уехал, по-моему, где-то. Питен, что ли. Он же же конкурс. Саша выходил. Саша, ну, устал уже у нас работать. Он хотел переехать. А Саша, Саша, у меня ничего. А в моей памяти за эти четыре года выиграл 20 конкурсов. То есть человек, который в промышленных штабах выиграл iPad. Ну, так куда-то поездку. Одну, вторую, третью. Айфон вообще, велосипед выиграл. То есть, как бы, когда был конкурс, я говорю, Саша, ты поиск понял, что ты выиграешь? Ну, вообще, выиграл, поехал вообще. Саша, поехал подоработать. Вот, конечно. Ну, он занимался. Ну, на самом деле, поскольку у нас, мы все маленькие всегда были, мы всегда убрали каких-то людей, которые совсем были молодые, была концепция такая, что, ну, теперь ты этим занимаешься, я не знаю, что я в течение, если бы ты этим занимаешься, я не могу как-то делать. Я так придумывал, как все. Во столько, ну, два, хотя не знаю, я перестал, мне никак не нравилось брать людей с каким-то колоссальным опытом, потому что обычно их очень тяжело переделывать. они привыкли к своему тени. Я им довольно нехорошо могу делать, но подстраивать очень тяжело. Один парень, ну, из два главных редактора так выросли, в один шоу был младшим ассистентом, и такой гениальный видимо был у чувака, у которого кино писал, а сейчас пишет для вечернего выгода сценария. Видимо звучало так, «Меня зовут Миша Дептилёв, в этой жизни ты хочешь всего лишь внутри вещи, кино, наркотики и свою маму». Я подумал, ты довольно тонкий баланс между тем, чтобы поджать и выводить по Фейсбук, и тут два человека беседовали. Ну, ладно. Нише умений. Ну, и Саша тоже вырос прям очень. Мне нравится, что у нас почти все, кто к нам пришел 3-4 назад, знают, кто до сих пор остался, но кто куда-то выглянулся дальше. Ну, много уезжает после границ людей учиться. У нас прям… Особенно с фоторедакторами у нас беда. У нас восьмой фоторедактор уезжает учиться куда-то. Только мы находимся идеального человека, и думал, ну вот, всё. Я уже, блин, в последний раз был прям не смешной. Надо бы говорить, я не шучился. Ну, то есть, у тебя такой материал? Ну, тут картинки, там картинки шлифские. Собирайся, он укорен. Он похож на такой внутренний, достаточно. Можно сделать все просто широкий. Просто картинки. А внутри вот так выглядит сетка. И ты можешь добавлять сетки. То есть, не еду, да? Сейчас попробуем. Вот. Можно сетки добавлять всякие. Спецэлементы. Отбитки. Вот, например. Вот эта такая что. Собирайся, по-чуть, в рейтинге. Я не знаю... Когда как? Есть шаблоны, которые собирают мне дизайнеры, и есть те, что собирают иллюстраторы и разные другие чуваки. Здесь самая важная инновация – это то, что здесь есть сохранявка от того, кто редактировал, потому что люди делают. Вот. Ну, у нас, наверное, по-насам, наверное, пишут. Всё, всё, что это. Хорбовок сделал тихий фильм, который у нас сделки показывают, где русский чувак увидел. Значит, слышу. Ну, ребят, по-моему, посмотрите, там, какая-то какая-то. Какой-то конкурс очень мной, но в итоге он выхлопный хороший, потому что наш парень, Ментон, сделал с пивом его. Какая-то квитрашка, и она дико смешная, очень хорошая. Вот. Здесь тоже, думаю, всё элементы состоит. Всё нравится. Улица. Улица всякие. Я не знаю, мы долго думали, что мы хотели сделать свой продукт, какой-то всё должен. Ну, каждый выкатить. А что сказать? Типа рейди-бак? Ну, с учётом того, что и тоха, и тоха, и пациенты, которые делают все. Они все вместе, мы все втроём делают очень главный опыт, который назывался ламп. У нас на сайте, с которым все занимаются частью пациента с лапы. И надо его не усилить, чтобы... То есть, у нас всё вокруг одного и того, что он. Мне Вадимак больше нравится, честно говоря, сейчас. Потому что он прям хорош и качественно сделает. У нас, конечно, с тобой просто не внутри. Мы говорим не так, потому что я не особо верю, что это нужно массовой публике. Что-то должно быть продвинуть деньги. Потому что нам под команду людей в одиночестве не могут ничего сделать, потому что, блин. А тут предполагается, что если команда из четырёх-пяти человек, это что-то делать. Ну, я не знаю, я бы точно не понял, я бы все день не пользовался. Потому что я контролировал, ну, с чего-то моделировался, и всё. А так, где-то на чужом сайте крутится. Ну, опять же, мы слышим на статус, потому что я пишу. Так-то да. Мне кажется, у Рейдинг Мэга прям дикую всё получилось. Не знаю, будет ли это иметь какой-то коммерческий успех, что вероятно. Но сделали они прям очень неплохо. Ну, хотя они очень долго, наверное, плавно. Их очень учатся. Мы делали. Мы сделали за три месяца. Типа, ну... Ну, то, прям, если там три месяца катать, то, чтобы для ничем не поставить, чтобы стимулировать, чтобы делать. Потому что иначе все начинают, как это называется, творчеством заниматься. А что довольно, ну, тяжело контролировать. А у нас всё как-то не столько коммерческих. Иначе невозможно выпускать в таком количестве ничего. Наверное, делают какие-то классные штуки, прям супер замороченные. Но... Как это так? Чего-нибудь ещё надо сказать? Чего-нибудь о мотивации, сама мотивация. Дело твоей жизни... Чёрт его знает. Я тут ничем шкурку не пью. И не ею не умею особо. Есть выходные или всё? Знаешь, что вы просто не... И всё. Я каким-то все время спокойным был чуваком, и всё было интересно и страшно, а то, как можно этим профессионально, как-то интересоваться. Ну, вроде как. Вообще, как это делаешь в медиа, это возможность, наконец, призумным количеством супер глупых чуваков, которые ещё тебе рассказывают и при тебе рассказываешь. А так? Не, ну, это мне понятно, что нам пришлось бизнес делать, потому что я не особо не у кого буду брать. И хорошо, что мы их не делали до сих пор. Мы сами по себе всё это делаем. И... Ну, это прихватится просто придумать, как это шеф работает, как это зарабатывает. И поэтому иногда не так... Не хватает времени на то, чтобы делать это, ну, суперкруто. А так, не знаю, мне нравится. Сейчас хотим что-нибудь в Европе, в Юрискадах поделать. Посмотрите. Ну, у нас проблема огромная, что мы на месте работаем. Получаются журналисты, фотографы, дизайнеры, доктора, стилисты и прочие все. Их очень мало. Наверное, очень мало. Ну... В смысле, почитаем. Сейчас я не подсказываю. Я уже не делала. С ними проблема, что те, кто способны, все не про... Те, кто со вкусом какие-то... Гуляют вкус очень сильно. А те, кто про вкус или кто способен хорошо делать, с них невозможно добиться ничего адекватного. А приходится не доиграть на работу, что довольно тяжко, уже пол пар сидит. В Кирстане там практически невозможно работать. Я думал, что это важно. И, ну... В Европе очень хорошее образование. И люди, которые делают все эти прекрасные журналы, которые все от времени пускают, работают в Киевсир, условно. Потому что там перепроизводство людей со вкусом, традицией и способностями. И негде работать, именно они все делают микро-микро-журналы красивые. И там тоже гигантское расхождение с технологиями. Потому что, ну, в Европе люди вообще технологии не понимают. Это вообще, наоборот, не европейский тип сознания. Ну, сейчас. Очень ветроградное тип сознания. Штаты, да. Но в Штатах есть, там, как бы, ну, такой, немножко другой подход как всего-то. Медиа сильные, но они были сильные всегда про новости, про технологии. А так называемые Life Style они были всегда... Ну, посмотрим, я не знаю. Мы довольно... Насколько у нас... Мы сами себе дяди. Мы можем попробовать посмотреть, что будет происходить. Мне кажется, фан. Мне кажется, будет классно, если какие-то ребята отсюда... Что-то оттуда... Ну, как бы, больше людей оттуда примут и её в обратную сторону. Если кто-то из наших ребят там состоится, будет тоже очень круто. Мир какой-то очень единый стал в этом смысле. Ну, вся хреновая культура в каждой стране разная. А всё клёвое везде одинаковое. Как-то так. Ну, чё? Я... Мне... Я скажу... Ну, ты рассказываешь, что это не дикая всякая технология? Расскажи о новом проекте. Мы даже с вами... А мы чё-то две девочки решили сделать? То, что она... Это аналогия того, чтобы есть для мальчика. Не... Ну, знаешь, у нас... Знаешь, как мы придумываем? Ну... Что-то с этим пережили. Я думал, хотя бы девочек на девочек. Ну, а другие могли понять, что это и как это и зачем это будет. А тут поняли, что есть какое-то безумное количество прекрасных девушек, которые попали в дыру между западным образом жизни и православными ценностями. И... Им как-то от этого нехорошо. И главная проблема, что... Ну, не знаю. Я вижу задачу от всей этой штуки с Вандером, чтобы не были какие-то приятные люди, которые другу могли сказать, «Всё нормально, с тобой всё нормально, всё нормально, всё нормально». А Вандером занимаются девочки? В основном девочки. Я с ними. Я с ними с мамой. Я сижу уже 3 недели с ними, и мне кажется, у меня ползут в угодке. Вот. Но... Гена помогает его запускать. Главный дактор сейчас. Я в институте занимался. Прям очень классный. В трёх спитали. Но все девочки взлетают. Такие... А что за команды девочек? Хорошие девочки. В Строповской много где работало. Радио. Ну... Такая... Супер-классная. Нас спасала. Последний подряд. Наш редактор. И прям... Работу стоят. А с остальным мы просто девочки. Ни же не про All Stars. Про... Совершенно не уникало никакого людей. Которым дали возможность что-то поделать. И не получается. Посмотрим. Не знаю. Мы хотим где-то те же, но умеем людей. По сути и делаем. То есть сейчас какая-то немножко странная начальность. Мне кажется. Всего разных обстоятельств. Но я кажется, мы исправим это всё. Правда, у меня прям странно смотреть всю прессу, плясовую. Которая сейчас открывает что-то, как будто православие. Куда? Придется, это бы хорошо. Почему нет? Ну, это всё не про... Ну, мы же делали всегда, когда не было чего-то, правильно, для нас. Или это было... Ну, мы же запустили. Нам дожилило, что тут шутки запустили. Вот сейчас в большом городе какие-то притрубации. Прискали. Мы всем смеем, что Москва – небольшой город. Понимаете? Дайте, будем делать в этом городе. Гипотетически можно жить. Ну... Как? Про оптимизм. Конечно, сейчас мало оптимизма. Видели, оптимистичные люди выглядят притурками. Но мне кажется, что она, если совсем на город Руссов смотреть, будет не круто. Ну, это тоже диалоги, потому что в большом городе мы всё придумали. Сделали. Я не знаю, почему в интернете не получилось хоть, а у меня есть шансы. Ну, и Фракур тоже. В такой диалоге между всеми этими мускулиными журналами. Ну, подумаешь, что для пацанов ничего нет. Кто это у них делает? Ничего. Почему бы нет? Вообще и шутки принеселся. Ну, это все шутливые штуки. Мне кажется, развлечение сейчас очень важно. Очень важно. Важная обязанность. Кто здесь довольно серьезно занимается развлечением людей. И это не важно, что через культуру там не было. Какие-то сроки есть, мы все их знаем и любим. Но в основном это очень массовый и дурной продукт. Я думаю, что развлечения при том количестве свободного времени, которое сейчас есть у людей, федоминально. Люди остаются сами с собой и начинают пить. Раньше-то не было времени с ним с собой оставаться. Все это пока нет. Сейчас у всех свободное время люди пытаются не занять. Это очень важно для сохранения адекватности головы. Не так кажется. Не то, что там людей нужно отвлекать от важных проблем, но людям нужен отдых. Если нет отдыха, у тебя нет, ты не можешь таким образом те потопы, которые ты накопился, как-то аккумулировать. Мне кажется, развлекательная индустрия, почему она так всех волнует? Потому что она супер-важная, она почти такая же важная и, не знаю, производство еды, электроэнергии и прочего. Ну и как будто маленькую часть в этом все делала. Это очень хорошая группа людей. В целом, это очень интересно. Как-то так. Все. Простите, что так. Какие-нибудь смешные истории я обычно рассказываю. Можно попробовать. Что? Какая-то смешная и смешная история. Сосом? Способ? Подставить штуку, но они клевые чуваки, работает и приятный хрёвок. Возрук? Возрук. Да. Возрук. Возрук? 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 Возрук. 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 Возрук, что-то. В модном месте у них, как называется, детеканная система на панели, у тебя в лучшей культуре, она довольно крутая для себя, и когда ты это делаешь, у тебя как-то нечестно это что-то получается, ну, мне нравится. В общем, все равно они под руководством OpenSpace остаются? OpenSpace все, он-то закрылся, больше нет. Ну, они переехали, ну, как бы изначально не начинаешь с ними. Ну, да, они подходит, в смысле, то, что ты сейчас сказал, подходит, потому что Маша занимается, начинали. Они не знают, начинались. OpenSpace – это первая информация была довольно важной функциональной такой штука, на которую, по-корошему, должны давать гранты всякие художественные институции, не знаю, в музее, в городе, вкладывая какие-то деньги. Но почему-то мне на эти деньги давали какие-то банки в России, часто происходят. И зачем они начали делать молодежное свое ответвление, мне было бы себе неконятно. Сделали и сделаем. Просто, ну, очень хорошо стоит. Ну, то есть, они… Единственное, то есть, они все нормально, меня расстраивают, что за такую несвободу, за такие деньги можно было бы сделать что-нибудь позднее. Как-то так. Как-то так. Как-то реально же возможно сделать что угодно. А так они хороши. Да, они, конечно, стали лучше получаться, они почему-то начали делать вид, что они хотят зарабатывать деньги. И он не так. Он не конючен был. Не надо в это даже думать. Вот. А лучшим же всегда был таким. Лучшик крутой. Толик крутой. Толик крутой. Толик крутой. Толик крутой. Толик крутой. Подписывает. Живет, выпрыгивая сейчас. Скрываясь от колецких хвостей. Вообще, мне кажется, только прав, что если есть развлечения и культура, то для того, чтобы тоже был приедет к миру, должна быть и контр-культура, то есть ты должен быть какие-то ужасающие вещи из себя, от них изолировать, и происходит ситуация, как все дети моют реально мыло руки, а потом при первой инфекции везет, потому что организм совершенно не понимает, как с этим взаимодействовать, потому что не знаю, как культуруют такие чудовищные вещи, поэтому иногда смотреть не на развлекательные чудовищные вещи, потому что, ну, не знаю, взорвался автобус, а именно на какие-то страсти внутренние людей, да, это дико важно, почему люди смотрят сложные элементы, читают сложную литературу, это прям необходимый пример для того, чтобы с адекватными восприниманиями, кажется. Но, может, или позвольте, он же вообще нет ко мне. Он вообще нет ко мне, да, и он супермолодец. Я всегда, всегда хотел, чтобы у меня... Мало, на самом деле, в мире, ну, тут были, мне так, в мире много журналов пазал, но сейчас журнал, журнал, это темп, это рассказывание истории, сейчас, на самом деле, твой единственный адекватный метод, медиум для рассказывания истории, это сериал. Ну, сериал был тяжело и долго, и дорого. Ну, вот я сейчас и сидел на другой вкус вообще абсолютно, про что хочешь, про какие хочешь страсти и вообще. А книги, ну, книги выпали художественные, не нон-фикшен, но нон-фикшен прям растет, впрешит это. Это художественные книги выпали из важности. Важность, формами важны. Музыковая произважность это много, но она стала много, к сожалению. Раньше, когда начинался, у нас был медиум, типа мы весь мир через моду просматривали. И мода, ну, был вполне себе адекватный способ описания мира. Потому что, ну, в ее чудачествах и лепостях было много отражения текущего мира. Сейчас они от моды не описывали. Мода стала стилистической, очень функциональной и политической. Мода перестала быть модной. До этого так музыка произошла, там до этого еще так с кино произошло. А что значит функциональность? Ну, значит, что ты покупаешь просто одежду, все вещи. Ну, она ничего не символизирует тебе. Она символизирует твой статус, но это можно сделать с другими вещами. И даже, как бы, символы статуса стали, как сказать, ну, не с колобой культурой, с фарабава, у высоколобой культуры все символы статуса. Которые, ну, дорогие, которые раньше денежные были. И сейчас, почему, почему на самом деле сейчас дикий ажиотаж в Европе идет на, так называемый, называемый умный парт. Это, например, для университета, что денежный ценз, который остался, потому что денежный ценз больше не работает. Большой черный парт на шее кухает крувай зелек, носит луи бетон. Он больше не, ну, то есть, если они себе его могут позволить, то все, это уже их линия. А университет массовый, неинтересный. Я думаю, это какой-то смартфон, который подойдет в сумы и внизу ходит. Так что осталось, потому что описывает классно? Мир, хорошо описывает еда. Не серьезно, еда. Повара «Новый рук звезд» – это сто пудов. А, и до сих пор даже так. Сценаристы, реальные. Такие лонгармарные. Истории. Что? Истории. Ну да, истории, вот такие, кто… Через них интересно смотреться. Дизайнеры. Ну… У меня дизайнеры. Ну, дизайнеры, да. Дизайнеры, да. Дизайнеры не в смысле, которые я вот сижу и рисую в сайте, а дизайнеры, которые, ну, промышленным образом областят дизайнеры. Бизнес на дизайн. Дизайн как бизнес. Это, как бы, реально массовые истории с там. Реально во всем, во всем мире это происходит. Люди делают кучу микро-проектов. И их устраивает. Это хорошо. Они мидеры звезды. Стартап и штуки все очень похожи на устройство музыкальной тусовки, типа, 30 лет назад. Есть лейблы, есть микрогруппы. Первый альбон записан. Второй альбон записан. Такой чат. Скандалы, такие расследования. Вот. Волене сегодня до 40, 50 порабочих. Словно. Ну, это очень похожие. Это вот «Рокенрол». Он, как я... Он часто просто говорит, что «Рокенрол» не промзывает «Рокенрол» и «Рокенрол» про «Поиск бессмертия». И он инфектирует. В 70-х, когда было однозначно это кино, особенно в Франции. Ну, в лет 60-х, начало 70-х. И, ну, просто твич появляется. Ну, видим. Мода, конец 90-х, начало твичных, мода прям, важнейший ветер. Все через модуль. Музыка через молотулки, ночь через модуль. Фиктуру через модуль. Это не модно. Если модно – не модно. Давай. Тебе мало кому интересно смотреть «Кардирок у Васи Роба»? Ну, там, «Кардирок как раз интересно смотреть», потому что это в национальном суту речь. Ну, то есть, вот есть чувак, я вот примерно пытаюсь понять, как он интерпретирует, как глава классная ботинка. Это нормально. Ну, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, люди вообще в целом. Жизнь мне тяжела и старотечна. И почему бы мне, наверное, себя не баловать, если можно? Ну, ничего же не останется в суту. У тебя есть либо какие-то блага, которые это сейчас… Ну, эти люди уже слишком сильно заигрываются. Они начинают им подавать слишком большое развлечение. Они просто получают это удовольствие и начинают подавать этому значение. Что они будут. Мы, возможно, сыграем не только критично, но и для себя. Я работал переводчиком лет семь назад. Был безработным довольно долго на мне. И занимался переводчиком. И попал однажды переводить к антимельмейстеру. Такая русский дизайнерша. Очень-очень хорошо, что это классическая лирка. Но, конечно, я приехал в Россию, делал какие-то показы. И мне кажется, что российские люди после «Совка» были слепой человек, который был слепым в большей жизни. И вдруг прозрел. И первое, что он увидел – новогоднюю елку. И он такой – о, новогодняя елка какая-то. Потому что она самая яркая. И все сегодня не… Он подумал, что все вещи – они такие. Что все так просто будет устроено. И что нужно ярким быть. И что должно быть вот такое ужистое, нарядное. Но требуется время, чтобы человек мог от этого поддавиться и видеть красоту. И вы в деревьях. И все остальное. С модными вещами так и происходит. У тебя, к сожалению, есть самые первые, кто только выходит. Вторая волна людей, которые неправильно сказать, что обошляют. Но они делают это популярно. Это вообще, когда становится популярным, начинают любить разные люди. Ни что так не унижает, ни что так не обижает, когда это вещи, которые мешки делают, какие-то мудаки. И я думаю… Ух… 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 Ну… Я очень высокий уровень. И это называют отражения. Понятно, что мы переступаем довольно часто. Ну, с Кирп Бердзроком, такой слишком близок, совсем уже близкий к формату Синьки. Но на самом деле, что это не все сайты, а не все Синьки, это холестирование. Не знаю, на чем. Все это формулы, аннографии, все формулы задевания. В основном есть, как видите, если ты мудрешь, осталась форма задевания. Почему она не заключалась? Расследования, репортажи, как люди живут, какой тут формул, то это то, что люди и читают. Я тоже говорил, что люди любят читать для людей. Мы этим занимаемся. Это важно, когда необходимость психологически, важная работа для того, чтобы у людей в головах как-то перекачивается. Проблема в том, что мы не можем себя отстраивать в центральном телевидении, условно. Потому что мы вообще тогда, так сказать, не то чтобы ненормальные люди. Совсем не так. Если нет разговорной диалога в ингредиции, в попытках найти новые подходы к решению жизненных проблем, начиная от того, куда пойти в пятницу вечером, заканчивая, почему у нас такая, не знаю, монетарная политика. Если у тебя только один источник метод счета, то все очень плохо. Нет, нет независимых прессов, на самом деле. То есть мы там условно независимы, сами от себя мы независимы. Независимость заключается в том, что есть выбор. Я страшно жалую, что это большого уровня проблемы. Потому что мне нужен диалог. Они об этом интонации делают. Я не могу все интонации, это шизофрение. То есть если я буду сейчас рассказывать, мне не возможно рассказывать про детские дома, а не сядь лучше про, пусть, или новый сэндвич. Какие подобности. Это... Может, несколько журналов. Нас несколько журналов, да. Но я не могу сделать два года сэндвича. Можно видеть у нас два логотипчика, один грустный, второй взял. Нас несколько журналов, когда мы пишем сеньки. Я помню, что вчера была классная новость, что в Екатеринбурге сорвался морг, а жертв нет. Что это такое? Нет, тогда есть диалог. В Нью-Йорке 50 магазинов городских. 60. Каждая какую-то свою группу людей защищает. Ты понимаешь, что ты приезжаешь, а, ты живешь в одном районе, а, ты еще можешь подлежать какой-нибудь сзади в группе, это еще можно подлежать языковой группе. У тебя есть три газеты, которые разные две роли. Ну, интервьютируют. А что ты рассказываешь? В Москве у нас есть газета «Московские новости», газета «Большой город», где-то не район. Ну, еще здесь есть районные газеты, которые все абсолютно одинаково наштампованные, пенсионеры поздравили с чем-нибудь поздравили. «Московские новости». Ну, славный праздник. По-моему, они были. И все. Делинский месяц не делал вести. Ну, это хватит. Потому что, ну, твоего размера. Потому что, есть большинство ребят из телекомпании, НТВ или, я не знаю, складывать четыре. И это фок. Потому что, значит, у тебя нету разнообразия в городе. Значит, город очень будет подвержен болезнью. А афиша какая-нибудь? Ну, афиша, она не совсем про Москву. Не московую. Ну, то есть, она хорошее. Они, как печатные издания, давно превратились в лимонов. И, вот, то есть, 100 новых чего-нибудь. 200-100 чего-нибудь. Он сейчас номер бурдизайн вышел. Мы что-нибудь новое из него узнали? Правда, они хорошую работу делают, но они не городской журнал. Ну, как они, в общем-то, чуть-чуть. Ну, он есть в культурных журналах, только занять вечер с пятницы на понедельник. И этого тоже должно быть много, потому что они тоже в своем единстве. Классно делать, классно заходить в проекты, когда у нас не проекты, а в области, в которых либо нет никого, либо реально много игроков. Потому что не круто быть третьим. Потому что с этим будет прям в прямую сравнивать. Это пятнадцатый, и ты можешь интонации найти очень точно, очень четко. И для медиа, это прям... Медиа может быть сколько угодно, потому что всегда можно в дух себе найти и по это рассказывать. Один человек может быть медиа, массу примерно знаю. Ну, условно. У афиши, не знаю, я не знаю, это тяжелый момент, мне кажется. Потому что я не знаю, что это будет. Но у меня вот сейчас есть, думаю, новая афиша Ательея, которая делает интересные спецпроекты. А спецпроекты? Спецпроекты, но... Спецпроекты? Спецпроекты? Спецпроекты... Катя, наверное, спрашивала, у Бузилевской нашей. Она сейчас сканут. Что это там? Судят? Что смешно, конечно. Я не знаю, они как бы, они пытаются сейчас поссоривать, они сделают классный сайт, который будет нас там обыгрывать и, наконец, будет с ним пробраться. Будет действительно круто. Вообще классно. Мне сейчас невозможно. Я прихожу к людям, говорю, чуваки, вас обгоняют. Мы же все сделали, мы же все написали больше всех. Чего напрягаться? Когда есть какой-то противник гораздо веселее. И мы всем приходим, рассказываем, ну, с Максом Шинским, мы пытаемся что-то придумать в будущем городу, чтобы сделать это, чтобы у него классно все будет зарабатывать, на чем стоит. Ну, довольно тяжело. Тяжело, допустим, зарабатывать. Это не сильно отличается в процессе примерно то же, чем вы занимаетесь. И есть тот же геморой, общение с клиентами, с правками, там, не знаю, с черной чем, с вдванием денег. И сто шагов по сбору домов. И беремет нишка. Не моя слава, но специально обученные люди занимаются этим. Довольно тяжелая работа, да? Не откуда никаких ресурсов за этим работать. На мете схлопываются, ну, то есть, в интернете почему-то никто не научился адекватно делать какие-то такие ниши и штуки. Дико круто получается у пацанов из ленты. А что? Из ленты, ну, прям, моя любовь. И, ну, до сих пор, пока у них Галя есть, и у них все будет прям зашлить. Может, Галя, Валькирия. Вот. Они молодцы. Ну, а таких должно быть много. То есть, типа, в стране наших размеров, столько миллионных шуток, столько миллионных шуток, столько миллионных, должно быть шуток таких лент труб на 15. Ну, как каждый город, по сути. Потому что у них не сильно больше, как Бостон Голу, как у вас колокальная постмасская газета. Мне всегда писали тиражи каких-то местных газет в Швеции. 300 тысяч копий, как раз, гарантишка маленьких выходит в газет, ну, все население города ее получает. А с коммерсантами требуется 100 тысяч копий, не серьезно, вообще, что бы на штабе секреты не тянулось. — Ну, абсолютно разница, да, есть 22 тысячи с уважением, наверное, все-таки 75 тысяч. А если подойти к Сиоскову, то есть газетный киоск, где обидность только что по этой люди. — Да-да, в Собоку... — Нет, в Собоку, нет, если посмотреть на эту историю совсем честно, только в Собоку, она тоже просто, это след необщество, это золотое ударе, а, если посмотреть честно, на тиражи, что же это такое? — ЗОЖ? — ЗОЖ тоже. — СОЖ 5 миллионов, да, да. — Сборники кроссмортов, которые расходятся, некими тиражами, газеты Ситек, СОЖ... — Злок сети, иначе, дождите. — Подожди, вот прекрасная массовая аудитория, которая как раз покрывает страну, и там, по-моему, даже если почитать тиражи, то на всём этом фоне и коммерсанты, и ведомости, и даже комсомолка сильно потеряется. Но это как раз, по-моему, и есть, во-первых, та пресса, за которую люди платят деньги. — Не совсем пресса. — Нет? Ну, смеют. — Ну, не совсем пресса. — Ну, это не то самое, это не приятно об этом с коммерсантом, который говорит, что нет, но ему так же неприятно про комсомолку. А я говорю, у нас как раз там этого «Добра» тоже, по-моему, газета какая-нибудь, как она называется там-нибудь? — Да, в «Дерак», я помню, был газетным журналом, это то, что пенсионными фондами сдаётся. — Да, да. Из каких вот, типа, обычных газет «Нью-Йорк пост», там, с тиражом под 25 миллионов копий, который, ну, в СКС номер 25 миллионов копий выходит. — А-а-а. — Просто чудовищная цепь. Нет, цепь он не смею. Ну, понятно, что он что-то пишет, но с таким же цепью можно запорщик найти. — Ну, нет, как бы на бумаге, да, как бы на печатанах, как бы люди сладят жертвы к делу. — Там киоск, на котором написано пресс. — Да. — У нас в стране, к сожалению, всё с приставкой «карба». Как бы правительство заседает, как бы, столица, и, как бы думал, понимает, как бы на бумагу. К сожалению. — Ну, думал, нет, нет, смотри, это решает проблему человека. Я просто в вашу позицию на полчаса назад пытаюсь защитить и так далее. Людям нужны развлечения. — Нужны, нужны. Но людям нужны не примитивные развлечения. Потому что дальше я могу сказать, что если ты даёшь примитивные развлечения, люди теряют способность терять иммунитет как окружающей действительности, и их иначе, там, всем этим, они теряют вообще воли к победе, как бы не было. — А вот тормоза, которая, соответственно, на «да», которая относится к тому варианту, коммерсант, ведомости даже к консомолу и так далее, это просто про выращивание или просто про обслуживание такого маленького инфектуального гетка? — Ну, думаю, что, как бы, 15-20% населения страны — это кем-то. — Ну, то есть Москва гораздо миллионники, да? — Да, Москва гораздо миллионники. Ну, у нас же всё... У меня, кстати, недавно пришло осознание про то, что в России там, типа, есть Якутия, которая 40% территории занимает, сколько? — 0,2% населения. В России небольшая страна, на самом деле, здесь негде жить. Соболосли. Там есть какие-то очаги. — Ну, в большей территории. — Ну, в общем, большая территория. — В большей территории. — В большей территории. — Да. — Расстояние чудовищное. Ну и всё, как бы... Нет, есть большие территории. Очень... Нужно делить. Понятно, что есть Россия, есть Москва. А вот в Москве есть вот это деление. — А у вас, кстати, какой график? У вас какое количество на России в среднем? — Ну, в принципе, процентов 40-50 или больше? — 80% в России, где-то, наверное, 15% в Украине, 5% всё остальное. Это так, Питер, Москва, тогда из России, процентов 50 будет, Питер процентов 20, всё остальное — это Стоф, Самара, Нижний Новгород, кто у нас ещё? Новосибирск. Ну и всё, на самом деле. Больше немного. Вот и всё. В Восток, кстати, хорошо вырос очень. Там, ну, там вообще простой. Ничего стало. Безобно. Я ездил в последнее время, мне понравился. Хороший город. Ну, он достаточно живой. Хоть и бенгитский очень. Достаточно живой. Не, ну понятно, что это всё. Мы всё... Юра с Юра Сапрэгин разговаривает. Правильно сказал, что вы радужная плёнка на улице Сапрэгина. Ну, в основном, мне кажется, стоило та история, потому что жалобы, они, в общем-то, времён Гелировского и Москва газетные. Жалобы какие? Ну, ну, как бы, как бы, что таких газет должно быть много. Потому что там же прекрасная история описывалась, как... Есть две газеты. Одна, как бы, коммерческая и так далее, вынуждена выживать, и так далее. Вторая, государственная, которая расходится по подписке, на которую обязательно, в обязательном порядке, подписывалась за газетный счёт газет для ведомства. И до появления Пастуховской, которая, это абсолютно газета жизнь. И непонятно, как выживать, но там дальше приводятся прекрасные тиражи. Одна, по-моему, была... Двенадцать тысяч копиатов. Двенадцать тысяч – это вот это всё, а вторая – три тысячи. Да. И всё как-то... То есть читающая аудитория, в общем, даже если её экстраполировали, ну, пускай это будет не двенадцать, но она покрывала, ну, не то чтобы империю, но она покрывала всё. Да, и в Генеровском прекрасно рассказывали. И всё время жалобы, они, кстати, в интернет уже не прекращаются, потому что такое ощущение, что сначала людей мало, потом... Сначала из Франции приезжают, господи, как это стихи, три миллиона тиража, как, как, как? У нас сборник, там, три сфиксы, реально, и что? Потом эта история как бы выравнивается, но в любой момент времени все недовольны с тиражами, та же самая история, потому что мало-мало приходить к нам, а вот миллион-миллион будет? Нет, не про малый тираж, я даже говорю, скорее. Я просил, кстати, интересную штуку, что в Европе медиа складывались, ну, собственно, газеты складывались из городских каких-то штук, ну, это городская газета. То есть, на базе городской это традиционная история? Ну, жизнь городская, потому что людям же нужно читать, где, там, завтра казнь будет, где коровку продают, какая... Какая муниципальная? Что? Муниципальная. Муниципальная, да, все едут муниципальные, в New York Times муниципальные газеты, вот, условно, городская газетка, не знаю. Московские новости поставили гигантской прям историей. А у нас эти газеты, они сверху были, ну, с Петра начинаем, типа, ну, пацанам уже что-то читать, а то, как бы, город измерили, а Москов не прибавилось. Давайте будем следовать, если я хочу. И у нас, вот, двадцать, ну, довольно редко в России происходило так, что были какие-то газеты, которые, ну, имеете, имеете, которые, естественно, образом сложились, и никогда не задуманы были. Ну, мы всегда старались, ну, по-живому это делать. Не-не, я как раз, вот, телега моя про то, что не с кем разговаривать, это правда, чем, ну, как бы, когда, там, четыре-пять сми, у тебя есть возможность как-то маневрировать. Ну, не то, чтобы друг друга ненавидеть, а как-то, ну, тело не ходить забыть. Сейчас хорошее тело, точнее, гораздо более интересно, когда я тут один пытаюсь еще рассказать. И довольно яркий пример, почему я переживаю по поводу закрытия Большого Города. Хотя есть возможность... Почему вы, кстати, переживаете по поводу закрытия Большого Города, который, как бы, не закрылся, а у которого сейчас, ну, это самое... Чудиново выйдет, и Чудиново – прекрасный человек, но, к сожалению, Чудиново – это, ну, непов юбки, и... И она, да, она супер ялоченькая, ну, она... Ты понимаешь, что это? Не, настоящая? Не супер ялоченькая. Да. Будет то же самое. Слушай, можно... Мне просто всего очень интересно. Давайте, я просто эту историю немножко знаю, потому что я, как бы, поработал, и знал некоторое, даже не к Большому Городу. У меня был первым, как бы, платным блогером, собственно говоря, когда первый раз сайт БГ отвелся в качестве блога, и... Это по-моему, это не стоит. У Большого Города было несколько этапов. Первый этап был в Савчаковске, когда, когда, собственно говоря, это была газета... Крайевед, Нажаев, Настероид. Еженедельная такая газета. Там, при этом, Большой Город сразу делался в составе редактического дома. Да? По-моему, с этой редакцией... Я боюсь собрать, сколько там было людей, но... Важно понимать, что это люди, они... Это минус юристы, минус секретари, минус это самое. Это только те люди, которые, собственно говоря, редактические... 52 или 54. 52 или 54. Вот боюсь собрать, но 52 или 54. 42. И, соответственно, все попытки выйти на... Я не знаю, на операционную прибыльность и так далее, они вместе с мостом как бы закончились. Следующим пришел Леша Казаков и... Нет, потом был Алямов, потом... Алямов просто поддерживал эту историю. Потом потом пришел Леша Казаков. И как раз, когда был Леша Казаков, это был единственный момент, на моей памяти, когда журнал, он, А, Б, был прибыльным. Некрасок. Он рос, ну, он как раз рос до того момента, когда они полезли в регионы. То есть они полезли по той же самой схеме. В Москве все хорошо, и они полезли по те же самые 9 городов, и... Но... Но... Все, и так далее. И 40% честной рекламы забивалась, потому что, если посмотреть, открыть большой город, я не знаю, в этом году, в прошлом году и так далее. Но при этом, потом история снялась. Большой город, по моей памяти, ну, неважно. Если можно было бы сказать, что здесь как-то делался под рекламодателем и так далее, но по формату, да? Потому что... Ну, классно. Первое, что он был убит, Это была битрабрикада, а вся история была как-то вполне логичной. Но при этом, он же не умер, он превратился из коммерческого проекта, не то в бюджетный, не то во что-то еще. Он менял хозяев, он менял главредов. История, когда пошли региональные блоги, когда выяснилось, что взбудовалась редакция сайта, когда выяснилось, что в этой редакции 18 человек, это был шок в момент. У меня это же шок. У нас это лжи. Это какая-то шутка, очень живучая, не кажется? Не, не кажется. Нам предлагали купить большой город, не скажу за сколько. Нам не продали, но бы ты причинишь, что я сказал, что я всех этих прекрасных людей, к сожалению, уволил. А мы не хотели его купить или вам хотели его продать? Мы хотели его продать. Но я ее не вашим садил, а вы как бы вступили в переговоры, мы с того, как вам его предложили. Да-да, но я сказал, что уникальный творческий, ну как это, уникальный творческий, я приложу все усилия, чтобы не сохранить. Значит, ну, не знаю, мне нравился Казаковский, потому что мы продукты, мы вообще продукты делаем. И про маршини, мне кажется, с этими людьми общаться, потому что они умнее, чем я каких-то, нет, по всем, наверное. Конечно, мне нравятся вот простые штуки, квадратные, гнездовые. Нет, ну, я не знаю, что будет. На них печати, ну, как бы, у них все классно, у них бремя лежит на них. И проблема, потому что, ну, интерпретация города в БГ, а сейчас непонятно какая. Казаковская была самой классной, ну, вновь, потому что это был город по приключениям. И Москва, ну, когда тебя грабят в Нью-Йорке, поездки, это классная, как бы, отличная история, друзья москва есть. Когда грабят в Москве, это, ну, довольно неприятно. У меня, ну, все, все читают, наши друзья все-таки ездят в неполученные страны и отнимают всякие вещи, прям, целые вещи. Не знаю, мы так начали, ну, мы пытались смотреть на это все, как будто бы туристы такие, поскольку такие слегка пришибленные экспаты. Ну, и, как говорят, ну, вещи меняются, если на них смотреть каким-то образом, их двигать, они меняются. БГ тоже менял, просто как бы БГ в тот момент стал Россия для грустных. Это очень, в котором был смысл, в общем-то, все информаторы приходят, придевают к публикаторам ради пола. А вторая история заключена в том, что он превратился в боевой листок, и это, наверное, неплохо, но неплохо, наверное, для того же бюджета проекта. Потому что когда появляется сначала боевой листок, а потом интервью на 8 полос, ну, то есть какие-то такие серьезные, жестокие вещи. Мне кажется, что если бы они хотели быть боевым листком, они хотя бы на обложке, вот эти жирноты обложки, какие-то плакаты были, где-нибудь в углу написали. Это можно отрезать, приклеить на забор. Ну, потому что люди, наверняка, знаете, люди не пишут, что так можно сделать. Они так и не будут делать. Они печатают эти все обложки, им нужно было бы ложечки рисовать, ну, вот это все, с кем вообще-то добавить. И тогда был бы боевой листок, а так черные штаны. Ну, я не знаю, им не хватало. Я просто взял его в воду вообще, ну, как можно вообще. Ну, да. Он хочет, чтобы было больше. То есть он сейчас ноготков запустил какой-то, как он называется, ситибум. Тоже неинтересно. Я не знаю, мне кажется, чтобы сделать, кто-то не с кем-то здесь обсуждали про блогов-секи, что важно начинать, когда человек маленького. Когда ты команду в 50 человек выбираешь, потому что это отдельная убытка всех этих людей принять. А начинаешь человек маленького. Ну, прожить с этим надо, посмотреть по сторонам. И мне не нравится, когда у нас столько всего нет, что любая хрень, которая запускается, делается более-менее последовательно, так сказать, как бы какое-то количество времени, получает невомерное, просто невомерное количество внимания, потому что, ну, ничего нет. Ну, я не знаю, про что угодно. Любую-любую тему, какую не возьми, и здесь тотальный недостаток всего. Классный сайт, правда, знаю. Это что угодно? Про анимацию. Про виду или про... Ну, если не сайт, это блог какой-нибудь. Будут пользоваться достаточно большим спросом. А есть что-то, что вас развлекает и занимает в интернете при всей такой плачевной ситуации? В российском? Ну. Куда вы ходите для работы? В американском я не хочу. Здесь есть то, что делает губная сетка Кокера. Вот Кокер. Уважаю Джазбулл. Джазбулл – это такой феминистский сайт. У них такой подход на все, смотреть, опять в происки шаминистических свиней. Нашу милую красотку, там, не знаю, Рианну, опять этот шаминистский журнал снял на... Нас в своей сессии заставляет все раздеваться. Мы ненавидим, но посмотрите, какая она красивая. Уважаю. Супер крутой сайт. У них дико крутое видео. Был недавно проект, когда лесбиям смотрят лесбийское порно и объясняют, что с ним все не так. Дико крутое документальные видео. Барши. Супер. Мне очень нравится Вёрдж. Вёрдж, которая про технологии. Мы как-то в один момент начали делать, и мы какие-то прям такие ментальные братья в плане подхода, оформления контента, материалов и всего. И они прям мне страшно нравятся. Они очень хорошо все рассказывают. Бывают дико интересные истории про... Даже они не из первых раскопали этот скандал с ЦРУ и с СНСА на прошлой неделе. Что правительство США слушает всех. И мне очень нравится. Мне нравится... Мне нравится... Я раньше не в СНС читал и всякие экономисты... А, бизнес-филь мне нравится. Бизнес-филь в интернете сейчас очень хороший. Прямо там супер простой, что у меня и рассказывают какие-то экономические штуки. Плюс-минус экономические. Ну, это не просто экономика, кстати. Это тихо крутой способознаниями. Когда разбирают такие штуки и вещи с точки зрения денег и цифр, это довольно универсальный визит. Мне кажется, бизнес-филь рассматривает это странно. Типа, рынок, виды в США, в городе. Что происходит? Сколько оно меняется? Чем начинается? В всяких местах, где русских, ничего. Среди русских. Я ленту читаю с огромным удовольствием. Фейсбук ленту. А ЖЖ ленту я игнорирую. Я сегодня зашел в ЖЖ и, по-мягче сказать, не заходил, не было повода зайти на посты, когда ты попадаешь, и так ЖЖ зашел, завершенился по всему участку, по росту. И был крайне удивлен. Ну, это неправильно, просто не очень мягко. Раньше, ну, ЖЖ был довольно важный шлик для этого. Нет. Раньше на всяких тетях и лебрах сидел. А потом... Ну, сейчас просто прочитай привет, ты просто читаешь, почему-нибудь. Ну, там все очень, это что-то, как так сказать. Там все на два дня опаздывает, на день. То есть, то, что на фурчане или на родите появляется сегодня, вы найдете через два дня. Ну, я наносил как-то, на быстрее пусть там читать. Ты все время это. Книжки. Читаю. Всякие. Я на смотрю. Какое-то безумное количество. А так больше не знаю, особо времени, доставлений не хватает. Что-то хорошее. Все, устали. Давайте. Я... Сейчас был вопрос от человека, которого здесь нет, и которого зачитаю. Хорошо? Хорошо. Теперь все в порядке. Нет, я не знаю. Я очень хотел задать. Интересно, откуда они открыли информацию о мене их локальных проектах? В частности, в платформе однократно встречал публикации на тему своих друзей мутициклистов, которые известны в пределах вам собственного человека. И попадание признало по случайности или результаты плановой работы системы подбора тематической информации? Слушай, ну, есть... Все очень просто. У тебя есть... У нас есть условно на каждый сайт какое-то количество, правильно сказать, персонажей и персонажей. В общем, есть группа людей, за которые интересно наблюдать. Они мало, неважно. Профессионалов или просто... Ну, пусто, пусто. Ну да, они же люди, за жизнью которых интересно наблюдать. И мы, конечно, не катыскиваем. Кто такой живет. Потому что мы люди, конечно, живут сто процентов времени. Ну, кто-то может мотоцикл себе купить и на данный момент кататься. Есть люди, которые очень сильно этим увлекаются. Люди со страстью нам страшно интересно. Сейчас нам встретили людей, у тебя страсть какая-то есть. Понимаете? Ну, кто-то блины нечет. Кто-то выбирает цикл делать. Не знаю. Кто-то что-нибудь шьет, поет или пляшет. И мы их отыскиваем. И это плюс требует времени. В России это самое сложное. Потому что в штатах, поскольку тебе нужно из всех хороших будет самых лучших, то в России нужно, в принципе, хоть кого-нибудь найти. И это, в смысле, тяжелая работа, но это гораздо, ну, гораздо легче. И все, например, кто-то начинает заниматься в чем угодно, тут же, по-моему, все видимо и знают. Потому что ему очень быстро все это становится известно. И люди имеют информацию грубо разбиваться. Потому что оно дискомфортно. Сейчас, слава Богу, есть масса возможностей найти себе из научных, которые с нами все эти проводить. Ну да. Судился в подборном деле, в подборном уже не очень сильно теплился. Последние несколько лет, благодаря интернету. Ну, это история про то, что у меня дружба с дружбой во дворе, наша прошла соотлично совсем. Судя. И поэтому распались. Потому что имеют возможность убирать себя к окружению. Не навязаны. В некем. Что школа и институте прям навязаны в движении, с которого мы должны считать, что это бежит. Сейчас мы сбегаем. Я думаю. Как бы было себе замечательно. Как-то так. Все. А вот не было никогда мыслей, что опустили запись в печатном виде. Ну то есть в печатном виде. Я. Были дорого. Сейчас уже бессмысленно. Были дорого, да. Дорого и бессмысленно. Они умрули. Что? Как нас. Печатные? Да. Не все. Но они раздавали. Что? Те, кто изначально издавался, останутся, да? Нет. Я думаю, даже много можно сейчас запустить. Они такие просто. Они другой объект себя представляют. Газеты умирают. Потому что в газет все меньше ситуации. Ну то есть это в целом неудобно. Коммерсант собирается переделаться. Но на полуже, на полуже, тоже не очень понятно зачем. Но, конечно, газеты сжигаются очень сильно. Потом сожжаются еженедельники. Потому что еженедельник очень дорого и тяжело делать. И все, кстати, когда будут видеть, будет все, конечно, закрывалось в еженедельниках. А ежемесячник, плюс минут, все нормально будет. Люди будут покупать. Это, ну, как бы, в какой-то степени больше похоже на книжный бизнес. Это вопрос только годности исключительной. Если воспринимать напечатанные продукты как товар, то, там, раньше у тебя был срок годности, как у йогурта, то сейчас ты должен делать продукты, который был срок годности, как, я не знаю, у пастеризованного молока. Я был в деревне. Десять месяцев. С мечтанием с гипчелом. Хорошо? А еде? Как за это напишешь? А вот если делать какой-то на вилладже, больше сделку я еду. Сильно больше. Просто у меня с людьми. Нам некуда в офисе людей сажать. И, да, переезжать, нужно переезжать. И, да, мы начнем с нас слить. Получается, что мы снимаем офис какой-нибудь, и мы начинаем постоянно где-нибудь сползаться. Здесь мы сняли квартиру, на новом Арбайсе. И потом, значит, сначала выжили снизу людей. А вот у людей выжили. Две квартиры, которые большие. И мы сейчас пытаемся перейти на занятия. Давайте задаем этот вопрос. Вообще, ваши планы развития какие есть? А долго ли планируете? Планировать можем и на полгода максимум. Потому что, ну, мы не будем за мной сейчас начать планировать. Потому что, не знаю, перспективы, в которых мы понимаем, что происходит. С нами, с ногами, с людьми и со всем. Ну, и проекты, и все такого цвета. Ну, такой цвет. Ну, правильно, дело. Мы делали в начале, когда запустились, делали сервисы всякие. Ну, всяко экспериментировали. Но это довольно дорого делали. То есть, делать недорого – это долго… Нужно много времени на то, чтобы это ничего зарабатывать денег. В итоге, получается, в сумме довольно большая нагрузка, которую ты не можешь утащить, если у тебя нет каких-то достаточно конференцирований. Правда? Ну, у нас с сайтом планируем, что… У нас есть 4 месяца, чтобы его придумать и сделать, и там, ну, все с ним проговорить. Сомневательная работа 2. Потом есть 8, ну, а 2 семьи – это 10, надо полутора лет, для того, чтобы он будет покупаться. Или вы закройте его? Не закрываем. Мы ни разу не закрываем сайты. Ну, если будет, то есть он не начал покупаться, то сразу закройте. Ну, нет. Нет, это дело. Это просто в тейсинге. В общем, видео на нашем случае уже довольно сложилось, чтобы оно было совсем недовольным счетом. Нужно прям совсем какие-то делать, я бы там не читал, а не смотрел. Нет, ну, закрываем – это было ТВ, а второй просто, ну, типа, просто видео очень долго, прям очень долго. Хотя мне вообразимо и старались, как там-то получилось. Зачастую видео лучше и больше смотрят, но всегда просто запасы не нужно иметь, прям, неноминальный. Я, по-моему, не знаю, на точно полутора миллиона было 1 месяц 5 или больше. То есть где-то такие деньги, 300 человек работает. Ну, геноподов, может. Я как жил сегодня на тему, скажи. Ну, не знаю, ну, не… Мне всегда было интересен этот проект, если я чуть-чуть с этим зарабатываю. А дальше посмотрим. В Европу и в мир хочется выйти, на самом деле, в основном, для того, чтобы иметь хоть какую-то нормальную, адекватную подпитку, эмоционную, и вообще недавно из Европы, ну, и кто-то из развитых стран, потому что в массе мест происходит. Куча всего интересного. В Бразилии дико интересного. Там они каким-то образом так сделали, что там творческая, ну, там, как бы, дву бешеные творческие подъемы. Каждый третий креативный арт-директор, который сейчас в Кану, например, в Бразилии. Как так? То есть в стране три года стало поступщиком феноминального количества людей. На самом деле достаточно понятно, что штаты рядом, они льготные визы для творческих работников, они набирают в том, что почти все дизайнеры в штатах не из Европы, не из Австралии, а из Бразилии. Не смешно. Такие дела. Очень, еще раз сказать. Или у вас… Мне кажется, я просто очень скучно. Ну… Ну что? О чем я мечтал раньше? О чем я мечтал раньше? Знаешь, я… В каком-то моменте, я думаю, 12 часов разу, что многие люди называют ничтой то, что можно было сделать для себя над этим беденцем, потому что нужно мечтать о чем будет таком более абстрактном. Не знаю, как. А… Не дышать на ботой. Без… Да. Все остальное можно сделать. Просто тебе нравится это, ты хочешь к этому дойти или не хочешь. Люди, в целом, мне кажется, довольно способны. У меня… Кем-нибудь работал. Леша Метов, он лет… Три, наверное, написал про авиацию. Мы совсем маленькие были. 18, наверное. Ну, каким-то образом попали… Ну, в «Форкс» попал, а я… В старшем ведущем редакторе, я на «Вестях». Ну, это супер мелкий. И… Леш писал про авиацию. И он говорит, что все возможно, потому что чуваки, которые в целом… Ну, такие… Ну, не синих, а не паук поднимают. Это же стены алюминиевые коробки в воздух, и они летят. Если они это могут, то, значит, все остальное невозможно. Чуваки построили, сделали… Люди все могут. Нечты, нечты. Знаю, интересно смотреть, что тут происходит. Вообще, как это адаптировать можно сюда. Ну, если у нас тут я пытался себе какой-то такой подход, знаешь, отставить… Правда, мне кажется, был комфорт. Комфорт, на самом деле. Ну, правда, мне кажется, мир довольно злая, что… Я вырос в городе Санкт-Петербурга, в районе под названием «Веселый поселок». Ничего веселого там не происходило. Значит, у меня тут довольно часто, конечно, там постоянно молодые люди подходили и уточнили там материальное благополучие. Поправить его. Поправить его. Поправить его. Поправить его. Скорректировать его. Придумали какие-то моменты патокеанских бомбингов, которые подходили бы и спрашивали… «Эх, смысл жизни есть?» «А если кто моё?» Ну, и мне казалось, что вообще, когда у нас есть возможность… какое-то спокойствие пойти и посмотреть «Чебу Дейла» у телевизора, это вообще классно. Сейчас там, если у людей есть возможность купить хороший кофе, и съесть какой-нибудь классный стейк или стейк из бобов для любителей, это, по-моему, очень неплохо. И вообще в целом, мне кажется, что это, наверное, в истории другую руку лучше относиться. У меня мама первый раз приехала в Европу, наверное, три назад. И она, конечно, ну, наверное, очень успела. Я сам понял, что я не могу трениться до 27 лет, то есть до двух лет назад. По разным причинам. Я приехал в первый раз в Штаты, и чувствовал, что это какой-то подвох. Потому что… Понимаешь, что не так, что не так, что не так. Потому что ты понимаешь, что в России, когда человек к тебе подходит и улыбается, то нужно, как бы, с ним собраться, с ним убить. Нужно упрекать. А там какие-то люди тебе улыбаются просто, потому что ты тоже сидишь с кофе, идешь в 6 утра, в 20. Классно. Очень легко. Ну, ладно. И этого, конечно, немножко не хватает. Потому что, конечно, нет. Ну, все люди, конечно, буквально души не хватают. С крепких, не духовных. Но… Не так, чтобы я постараюсь, чтобы убирал этот запрос на ценности. Но, мне кажется, здесь какой-то части их всегда не хватало. Их стало больше. Не знаю. Мне кажется, даже Москва в последние лет семь изменилась, там, открывалась куча приятных изведений. И… Ну, это и делает жизнь нормальной. Ну, мне кажется. Кто-то сказал классную фразу, в которой мы там живем, что сейчас основной экспортный продукт городов является трата свободного времени. Города… Плюс-минус у всех городах абсолютно одинаковое жилье, себе можно сделать плюс-минус одинаковые офисы. То есть, что там за стенами Москва? Или где мы там влюбимся? Да где угодно можно было бы учиться. А города, на самом деле, они позволяют тебе наиболее эффективно тратить свободное время. На культуру, на обучение, на развитие. Не знаю. Просто тупо уходиться на лабережные. Ну, вот на планете сейчас все очень сильно меняется. И это прекрасно. Это есть символы хорошего времени. Но, к сожалению, это все упрется. Если ты не видишь выбор, то помидоры в основании не купишь. Рыба будет тухнуть на таможне. И большинство России будут вести тебе всякую хрень по два месяца. У меня была отличная идея. У вас, наверное, не считал уже. У меня была прекрасная идея. У меня жена купила ботинки. И в январе я пришел их… Ну, купил их, типа, в октябре, на день рождения у меня. А пришел их собирать их в феврале. Да. Я говорю, классно. Я прихожу забирать. И дают мне ботинки, ботинки мои. И мне говорят, вы знаете, вы мудак. У нас остался штраф. Я говорю, почему? Ну, потому что уже три месяца забираете коробку свою. Ну, вот и факт. Я дают коробку, я плачу восемь рублей штраф. Прихожу домой, открываю коробку. Такой пылью одну. Там левый, конечно, по одной. А другой правый. Один пришел с родницы в три месяца. Такой пылью. Пытайтесь лешать. Нет. На моей памяти так начали делать именно англичане. Потому что после этого люди переключились на айфоны. И теперь уже одежду не трогают. Потому что, когда он открывает коробку, потом только левый ботинок, и что ему делать? Ну да. Поэтому приходит один через две недели, другое. Я как-то собираюсь. Это тоже путешествие. Путешествие. Ну, три месяца. Интересно другое, что раньше сначала был месяц заставка, потом, а сейчас иногда полгода. Я думаю, что почту Россия, она просто до года доведет и будет как раз по сезону. Хорошего возможности для оптимизации. В общем, да, для продолжения всей развлекательной жизни придется что поменять. Но, мне кажется, революция, которая не затевается в этот танц, это какая-то х**лая революция. Ну, не знаю, люди живут в кусках вещам. Если у них нет в кусках вещам, то это революция в этой революции. И эти люди довольно жуткие, если честно. И давать им возможность этим всем движениям улыть. Как его зовут? Сергей Удальцов, например. Мне бы не хотелось, чтобы Сергей Удальцов как-либо определял, как ему жить. Я боюсь, что красный курочек, пират Мизулина и нейлонов вместе взят. Перед тем, как убить дабы, долго делать. Ну, да. Как-либо того. Мне кажется, люди же хотят, ну, люди же просто хотят лучше жить. Нет, в смысле нет. Проблема в том, что когда доходит до ненависти, обычно все очень дурно заканчивается. Довольно просто устроенные люди начинают музыку. Чем проще это устроить, то эффективно ты действуешь в этих экстремальных ситуациях. Просто устроенные люди, они обычно не самые приятные. Вот для ликующих внутрясений заканчиваем, что как бы ранее произношло 79-го. Гань Шан был плохой акционер. Не знаю, посмотрим. Здесь как-то очень… Мне кажется, что классно, что мы живем в лучшее время сейчас. Я не знаю, когда в России было лучше в плане экономической и вообще ситуации. Но оптимизма нет никакого. Здесь вопрос только оптимизм. Ну, мне кажется. Это была прекрасная статья какая-то недавно про то, что «Позитивная новость – это способ государства контроля на население». Ну, честно, я не знаю. Ну, вот. Нет. Просто пытаемся сидеть и говорить. Кракты жили в жизни. Мы сами не взяли. А вот здесь, что мы здесь в Геймакеево, лет 7 назад ходить было довольно жутко. Если честно. Не знаю, что это не центр, но район здесь не сам не взяли. Вот. Ну, ничего, извинился. Деревья там сажали. Парни. Ну, видишь, он в горшочках на Тверской скоро появился. Видишь, он в горшочках на Тверской скоро появился. Это серьезный прогресс. Прогресс тоже был прекрасный. Правда, что вот эти на переходе рядом с мэрией оставили базованные фонари, которые украли через неделю. Успех. Мэрия, я считаю, поставили не короба на самом деле. Да. Потому что они сначала вешали. И смотреть, будет ли работать или нет. Есть 220 или нет. Сейчас мы в программированные такие хорошие вандалы. Нет, мы две украли. Мы просто знаем, что у нас в смысле мэрия говорят, что две фонари у тебя были украсть пока. А вы успеете, да? Потому что там два прайника сначала, а они одного поставили бы, их оказалось точно мало. А мы как раз и украли. И с другой стороны. Они прогуливались как друг туда против друга. Они с одной стороны переходят, а с другой. Будут очень строгаться, правда. Мне кажется, все это меняется. Ну, то есть, как бы это… Я, по крайней мере, верю в то, что у нас срок годности немножко больше, чем у этих ребят. Скажи. Где-то хотели подаваться. Вот. А так… Смотри. Те им уже новые какие-то. Ну, все меняется. Ну, все… Ну, все… Все лучше меняется. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Да не знаю. Я… Я приезжу… Я… Не знаю. У меня там вопрос. Да, вы… Поправляйте меня в друзья и очевидники, если чат нужно будет, я уже на онлайн-интаппете. Инстаграмчик? Нет. Да, сайданчик. Нет, пишите просто в Facebook, я по нему отвечаю. Почту не даю и сельфона практически безговариваю, а в Facebook отвечаю. Что-то будет можно или что-то захотите, не знаю. По вопросам скажу. Не знаю. Мне кажется, если кто-то делает какие-то проекты, какие-то творческие проекты, то с удовольствием будет. Ваши, наверное, какая-то есть какие-то что-то. В общем, это нормально пишет. Потому что и здесь происходят эти опыты, и здесь работают довольно-таки. В общем, это все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТУ. Спасибо.